Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по сборке Мистический сад в Майнкрафте. Итак, в этом выпуске я, в принципе, собирался делать чародейский стол. Вот как он делается, я уже подзабыл. 4 обсидиана, 2 алмаза и книга. Книга делается 3 бумаги и кожа. На удивление у меня как раз было именно 4 обсидиана. Так совпало. Так, парочка алмазов, конечно же, у меня есть в загашнике. Одна кожа. В принципе, можно сделать сразу не одну, а больше. Так. Вот так вот на 3. 3 книги сделаю. А, это же не убирается бумага с этого стола для крафтов. Так, алмазы. Так я хоть ставлю или наоборот надо было? Наоборот, да? Точно. Вот, получаю чародейский стол. Круто. Так, где бы его примастырить? У меня тут все так разбросано, нехорошо, некрасиво. Места куча, а вот толку особо как бы нет. Ну, в принципе, можно его где-то здесь поставить. Особо даже не знаю, где именно, чтобы не мешался. Так, прямо вот так вот его поставлю. Так, все здесь я могу там, господи. А, сейчас стрелу можно зачаровать? Нет. А вот, допустим, меч обычный. Да, можно. Печать души. Острота. Острота. Да, это все как бы мелочи. Просто посмотрел, что оно работает. Дальше нужно будет уже обставлять его этими книжными полками. На них нужно много книг. Дерево не проблема. На книге нужны бумага, тростник. Вот как раз поэтому я в прошлом выпуске тростниковую ферму себе начал делать. Пока тростник растет, попробуем немного по механизмам разобраться, сделать то, что я могу. Я только начал, добыл важные руды и рамку сделал, и все. Итак, красный сервомотор. О, кстати, что вот это? Модпак. Награды, подожди, какие награды? Чародейская книга. Прикольно. А, нет уже наград. Ладно, получил и хорошо. Итак, красный сервомотор. Три штуки нужно сделать. Для чего он, в общем, не указывается. Делается очень просто. Два редстоуна и железный слиток, да? Слитки у меня есть. Редстоун где-то тоже валялся. Можно даже далеко не отходить. А сразу здесь и сделать. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну и железо. Вообще самая простая вещица, да? Есть три штуки. Получаю в награду целый рестоновский блок. Открылась ветка вот для каталитической мелиоративной камеры, циклической обработки и вспомогательного сита. Эти улучшения пока сделать не могу. А вот с радиальным улучшением, я не знаю для чего оно мне как бы нужно, но я просмотрел, вот видите, нет описания, что я его могу сделать. Получается красный сервомотор, я его сделал, железные шестерни и оловянный слиток. В принципе ничего сложного, слитки будут, а шестерни делаются вот так легко. Быстренько сбацаю сейчас. Так, кстати, шестерни, а не, не так, не так. Что-то я начудил. Вот так же нужно было, да? Вот так две шестерни сделать. А есть потом, что там? А сервомотор я выложил почему-то. Хотя думал, что нужно будет. Так, вот ставлю здесь два слитка по бокам. И что там? И вот так, да? О, вот получается радиальное улучшение. А эффект области максимальный, радиус плюс один. Для чего, если честно, непонятно. Так, получаю награду. Какие-то пластины. Я пластины делать не могу, потому что, в общем, ничего у меня еще для этого нет. Но вот награду уже их получил. А сколько штук, интересно? Три. Медных пластины. Ха, интересно. Так, дальше двигаюсь все-таки по механизмам. Получается измельчитель. Смотрите, позволяет дробить руды, удваивая их. Прикольно. Делается он, в принципе, не очень-то и сложно. Для этого нужен поршень, рамка у меня была. Поршень делается вот так. Доски. Любые булыжники, редстоун и железо. Так, деревяшки не проблема. Ага. Вообще, абсолютно. Причем там любые можно ставить. Редстоун, железо и камень, да? О, вот получается поршень. Однако, я, в принципе, могу его даже здесь на крафтовой станции это и оставить. Так, где-то рамка механизма была у меня одета, я не помню уже. Это нет, это нет. Так, где-то нашел эту штуку, вот рамку. Так, мне еще нужно сделать две шестерни медные, да? Вот они так делаются. И ложу их, куда я их ложу, секундочку. Вот по бокам. И два кремния. А есть такое, получается. Вот. И нужны мне еще те ракеты, которые я оставил в своем прошлом домике. В принципе, не делается совсем просто. Золото, редстоун, как бы поэтому особо-то париться ради этой ракеты. А, не буду. Так, редстоун. Есть у меня ракета, сейчас уже будет. Ну, не ракетка какая-то, потоковая катушка, в общем. Похоже на ракету. И все. Делаю я измельчитель. А давайте сразу его куда-нибудь поставлю. Здесь где-нибудь вот для него как раз место есть. Хопа. Что он делает? Вот. То, что мне вообще нужно было, да? По идее. А, ну вот если я камень сюда ложу. Хе, камень он не хочет. А, нужна энергия. Подождите, то есть. Без энергии здесь не обойтись. Хе. Разбивает вещи. Полезен для обработки руд или преобразования предметов. Как правило, это необратимо. Блин. Делается, в принципе, не сложно. Еще. Рамка нужна. Там все эти вещи, которые я уже делал. Лезвие пилы делается вообще просто. Прикольно. Хочу лезвие пилы сделать. Так. Медь у меня есть. Под рукой железо тоже, да? Вот так. Ха. Прикольно. Есть лезвие пилы. А, сразу я ее положу сюда, в общем. Вот сделал эту рамку. И получается, вот лезвие пилы я тоже ставлю. А, место даже для нее освободил здесь. Видите, та же штука. Режет бревна на доски и перерабатывает деревянные предметы. Очень полезно для получения максимальной отдачи от дерева. Следи за своими руками. Смысл в том, что тоже нужна энергия, да? Ладно, сделал. Уже буду знать, что это задание у меня есть. А, будущее выполнять не стоит. А, награда какая за него? Опять же, что-нибудь случайное. Железная шестерня. Тоже мега крутой подарочек. Три железных шестерни у меня есть. А, я тут еще много чего могу сделать из этих вот предметов. Но все они не актуальны, потому что у меня нет энергии. Логично, что мне нужно в разделу «Работа с энергией», которую я вообще, в принципе, еще не использовал. Есть, смотрите, стирлинг-генератор такая штука. Я просто ни разу в это не играл, поэтому даже не знаю. Наверное, нужно начинать с него. Генерирует энергию из твердого топлива. Получается, делается, в принципе, несложно. Да, все, что нужно, у меня есть. Вот шестерни, которые только что дали. Попробую через рецепты сделать. Вот, ставлю, добавляю, видите, все, я взял в руки так быстрее. Стирлинг-генератор. Ха, прикольно. А сейчас поставлю его где-нибудь, даже не знаю. Да, какая разница, ставлю здесь. Ого, вот как он выглядит. Куча типа резеток, да? А как он работает? Создает RF-энергию, используя твердое топливо. А большинство вещей, которые горят в печи, горят и здесь. Дросселирован и Е выходной скорости на основе локальной обратной связи. А ну-ка, кину одну деревяшку. Вот она. Допустим, начало гореть, да? И что оно мне дало? Ладно, кину такие вот бревна дубовые. Вот, допустим. Дошло до верха. Output типа выход 10%. Все, уже не горит. Тухнет. Наверное, сюда нужно батарейки может вставить. А ну-ка. Вот, видите, как-то что-то здесь, что-то, короче, есть. Заряжено типа, да? Ха. Интересно. Может, как-то нужно подключать вот эту штуку прям вплотную. Ладно, смотрим, что с батарейками. О, награду получаю. Опять железные шестерни. Решили меня шестернями закидать. А, видите, еще разные магмы. Это, наверное, более крутые такие, да? А вот батарейка. Наверное, ее нужно вставлять будет в предметы, в устройство. Хранить энергию. Как делается? Ага, вот это вот. В принципе, не сложно. Получается, самое сложное здесь, это Pure Machine Frame. Какая-то штука, в общем. Как она делает? Получается вот рестационный блок, железо и жизни дерева, да? Сейчас все сделаю. А, прикольно получается. Накидал в инвентарь кучу всего, добавил все в закладки. И вот получается. Раз. Видите? Сделал. А, дальше кидаю там, допустим, эти ракеты тоже в закладки. Только я не знаю, как вот очистить, выровнять, повернуть. Как несколько штук делать? Наверное, никак. Ладно. Так, и то же самое, вот эти вот Basic. Вообще, долго выкладывать. А вот с помощью автоподстав этой. По-моему, четыре штуки нужно их, да? Научился я уже и так делать. Так, все. И теперь, по идее, могу делать эту батарейку, да? А ну-ка, да? Что, железа нету? Как нет железа? Все, железо растратил. Послушайте, надо бы железо докинуть немного. Вот такая подстава оказалась на ровном месте с железом. Все, делаю батарейку. О, квест завершен. Получаю Redstone-овский блок еще на одну батарейку. Итак, по идее, что, я должен сюда поставить батарейку, так что ли? Нет. А, как? Так, я думал, батарейку... Э-э-э-э, жесть. Блин. Нет. А ну-ка, а если сюда ее поставить? Тык. Вот, видите, сюда ставится. Но она пустая. Нужно разбираться, как ее заряжать. Сделал сразу еще одну батарейку, чтобы она не обвалялась. В общем, здесь... А я ее могу вообще поставить просто вот на пол, допустим. Как-то вот. Так. И смотрите. Не понял. Вот батарейка. Смотрите, она заряжается. Оказывается, она заряжается. А что за вот эта сторин пауэр? Обалдеть. Она заряжается. Получается, смотрите, дерево горит. А, выход 100%. Типа что, работает на полную, да? Вот, красота. Сам разобрался, нигде не подсматривал даже. Так. Ну, это долго будет. Видите, она перетекает. Потому что это самая простая конструкция. В будущем будет, наверное, больше. Вот 37-38 тысяч зарядилась. А, я просто подозреваю, что вот это вот, это с каких сторон она получает энергию. То есть, вот сверху, там сбоку, снизу, там справа, слева, короче. Она может заряжаться с любой стороны. Можно кучу таких штук вот поставить и заряжать ее. Прикольно вообще. Так, я ее сейчас уберу. Так, она каменная, наверное. Да, видите, на ней 55 тысяч зарядилась. А можно 6,5 миллионов почти. Так, сейчас, секундочку, я поставлю батарейку еще одну. Вот так. Закину сюда побольше деревяшек, пускай горят. Все, пошла зарядочка, видите, сюда тоже. Вот. А эту поставлю, что мне вообще нужно? Измельчитель. Оставлю ее сюда. О! Ну подождите, а почему ноль? Так, какая руда вообще? Допустим, медный слиток один вложу. А, нет. А рецепты какие-то есть вообще? Блин. Что делать? Как делать? Зачем делать? Можно сделать еще некоторые генераторы. Вот магмовый пока не могу сделать, там остальные не знаю, могу, не могу. В общем-то, липидарный генератор. Он генерирует энергию из ценных ресурсов. Даже не знаю из чего, как бы, но сделать его могу, я глянул. Получается, вот, железо, золотая шестерня, лазурит у меня есть. В принципе, все есть. Да. Сейчас быстренько это все дело с фарганью. Так. Подождите, шестерня золотая. Есть такое дело. Забираю. Так, катушка тоже есть. Одна, по-моему, нужна. Забираю. Так, лазурита. Блин. Надо было рецепт все-таки смотреть. Запомню, точнее. Вот так вот. Запоминаю. Да, лазурит, железо, золотая шестерня. Вот он. Все есть, да. Вообще быстро сделался, видите, не проблема. Так, самое интересное, что вообще он будет требовать, как хавку себе. Игнирует энергию, используя драгоценные камни. Вероятно, портал в альтернативное измерение одержимых искрами гоблинов. В любом случае, драгоценные камни, это просто красивые камни. Дросселирован е выходной скорости на основе локальной обратной связи. Так, интересно, могу редстоун сюда ложить? Нет, не могу. А золотишко? Тоже не могу. Лазурит. О, могу. Лазурит. Видите, вот. А ну-ка, сейчас я достану батарейку отсюда. Блин. И поставлю ее. Так. Вот сюда. И смотрим, сколько она вообще отдает. Выход 100%. Смотрите, лазурит долго горит, видите, то есть вообще долго. Было 55 тысяч. 69, 70. Посмотрим, сколько он даст выхлоп. Получается 95. То есть 40 тысяч за один лазурит. Ясно. А пока я там заряжаю свою батарейку, видите, спустился в подвал. А здесь вот целые джунгли тростника. Круто, что сказать. И вот мои инфериум цветы тоже выросли. Короче, все подросло. Займыска и земледелие. А, кстати, не забрал награду за этот вот липидарный генератор. В награду получаю эти катушки. Короче, круто. Опять. А еще один вариант. Я так подозреваю, чтобы быстрее вот заряжать свою, эту батарейку. А ставлю я, получается, этот липидар на этот зарядку вот так. О, подождите, почему так поставилось? Нет, не так мне ее нужно ставить. Получается, мне пока батарейку нужно эту тоже убрать. Получается, вот так мне нужно ставить его. О, вот. И сюда теперь всуну эту батарейку. Уже почти на 700 тысяч я ее зарядил. Вот. Все, получается, видите, зарядка отсюда идет. Вот. А сюда я уголь подкину. А, нет, видите, уголь не считается. Уголь только туда можно. А сюда нужны, если бы еще поставили список, что можно плавить. Было бы вообще здорово. В принципе, лазурит часто попадается. Мне не так много его нужно, поэтому я пожертвую. Почти 100 км лазурита. Пускай генератор заряжается. Вот я говорил, 40 тысяч за раз, да? За один, это 50 умножить на 40 тысяч. Это, короче, 2 миллиона энергии. А из там 6 лазурит мне зарядит. Красиво так вот, видите, передача идет. Оттуда идет, отсюда идет. Разные материалы, разные генераторы. А вот заряжает одну и ту же батарейку. Итак, построил я 15 книжных этих полок, ну, или шкафов. А сейчас можно вот все заряжать как на максимальный уровень. Ну, если у меня будет 30, да? Я уже, в принципе, слил. Нам несколько предметов так зачарал, читать нечего делать. Все равно уровни не нужны. А плюс ко всему еще начал немного обустраивать свой домик. Сделал вот такой уже, более такой симпатичный. Тоже постоянно там забегал, запрыгивал еле-еле. Ну и начал, получается, фундамент тоже укреплять. Типа вот, чтобы был не из земли, а нормальный. Типа такой каменный, кирпичный фундамент. У меня плавно здесь это все потом отнести, землю убрать. Ну, короче, когда будет это все, то покажу обязательно все это покажу. В общем, да. Так, смотрите, сейчас мне дальше нужно, я так подозреваю, сделать наковальню. Вот, делается она из трех железных блоков и четырех обычных. Так, мне, получается, нужно железные блоки. Блин, тут будет долго это делаться. Лучше сделать здесь. Так, как же, вот. О, как раз вот, видите. Блин, не-не-не. Все, три железных блока. Ну и, соответственно, наковальня. Вот она. Никогда, по-моему, ей не пользовался. Честно, не буду обманывать. Может, и пользовался. Но уже не помню. Так. А вообще, я хочу сейчас зачаровать кирку все-таки на удачу попытаться. Но просто так это не сделаешь, если здесь я поставлю интересный прикол. Так, здесь нужны что? Книги и какой-то предмет, да? Допустим, можно любой предмет. Только вот книгу нужно именно на удачу сделать, да? Получается, кожа, бумага. Так, книги, книги, книги. Лучше она обычная верстаке. Так, как она там делается? Блин, забыл уже. Так, кожа. Да, книга, вот. Делаю по максимуму. Отчего уже прям мелочиться. Так, и получается сюда. Да, я ложу книгу, так или нет? Я просто этого не делал ни раньше. А, бред, меня ты зачаровывал, а книги нет. Итак, отдача, пронзающая стрела, взрывоустойчивость. То есть, если нет ничего, что мне понравится, просто берешь как бы... А, лазурита нет. Блин. Слушайте. Ну прям вообще лазурит. Точно, я уже кучу потратил. А, но все-таки... Так, интересно. А, нельзя все вместе ложить, да? Вот. А есть же лазурит. А третий уровень не могу, потому что у меня вот не хватает уровня, да? Ладно. Взрывоустойчивость. Есть такое. Получается, мне даже сейчас уровень не важен. Мне просто нужно... Шелтер. Мне нужно как бы... Сделать так, чтобы был шанс именно... На удачу книгу сделать. А после этого могу спокойно поднять тридцатый уровень и уже тогда кирку зачаровать. Так. Мэджик протекшн, быстрая перезарядка, сила. Ну, особо мне это не нужно. Может быть, я не так, конечно, это все понимаю. Защита от снарядов, шелтер, щит. Все это не то. Вот так я уровни сливаю, блин. Магический сифон. Даже не знаю, что это такое. Разящий клинок. Хорс протекшн. Прикол. Ладно, не важно. Так, четыре книги осталось. Сила. Автошелд. Экспериенс. Ну, не знаю. Так, получается, сложно получить этот... Удачу, да? Подводное дыхание. Кстати, прикольная штука. Ну, пока мне это явно не нужно. Блин. Я думал, что так просто. Сила, острота. Бехеден. Не знаю, что это такое. Последняя книга. Эффективность. Готамайн фаст. Типа, быстрее собирать. И вот это все. Все, больше нет ничего. Могу, в принципе, что-нибудь положить. А, нет. Не так. Мне это не нужно. Могу положить любой предмет. И он покажет. Острота, острота, отдача. Опять ничего. Вот же засада. Я уже даже там спускался, копал. Там нашел даже алмазы. И не стал их добывать. Просто помню, где они есть. Думал вот зачаровать кирку на удачу. И, соответственно, попробовать как это делается. Ни разу не зачаровывал на удачу. Но не срослось. Ладно, раз такое дело, значит, вот я что сейчас сделаю. Я, короче, пойду все-таки в Нижний мир. Сделаю себе шлем золотой. Мне бы говорили, что хватит одной вещи, да, вот, чтобы... Просто... Меня там не трогали, скажем так. Лазурит пускай валяется. А, нужно, кстати, булыжника взять, на всякий случай. Если я пойду в следующий... Ну, это в Нижний мир. Ага, для чего? И причем, кстати, не просто булыжник, а можно его пополам разрезать, да? Вот так, чтобы было больше. Вот. Просто режу его вот так. Чтоб там потом дороги какие-то себе делать, да? Тем более, что места у меня хватает. Как бы особо-то сложности с этим никаких. А шлем пускай будет, все остальное будет. Деревяшек еще немного взять. Вот так, все. Хватит. Наверное, если таки лягу посплю, пускай будет такое дело. И встану. И с хорошим настроением пойду. А, кстати, вот еще прикол. Смотрите. А, батарея полностью заряжена. Видите? 6400. Полностью. Так, ее, по-моему, киркой нужно добывать, да? Опа. Смотрите. А если я ставлю сюда полностью заряженную батарею... А, что теперь? Допустим, бревна, если я положу, он авто будет резать. Или нужно? Да, бревно. Режет бревна на доски и перерабатывает деревянные предметы. А это что? Energy. Использовано максимум 20. Эффективность. Так, как этим пользоваться? Тут батарея есть. Нет, что ли, вот этой фрезы какой-то или что? Как использовать? Может, все-таки нужно как-то не так это использовать. Может, как-то нужно, я не знаю, подключать туда, к теми предметами. Нужно будет посмотреть потом в следующем обзоре. Пока я все-таки батарею зарядил. Эту могу, кстати, поставить сюда. Пускай там дальше еще. Заряжается. Ну, хотя там, в принципе, нечего. Я все достал, топливо. Это уже буду разбираться в следующий раз. И, в том числе, благодаря вашим подсказкам. О, моя ферма. Точнее, мой сад. Не ферма, да? Крипер бегает. Надо подождать, пока он идет. Не выдержал. Все-таки пошел. Забил того крипера. Потрусил свой сад. Чтобы еще были, вот у меня была еда общего на путешествие. И все, можно теперь отправляться в первое путешествие в Незер. А в этом моем пришествии Майнкрафт не заходил еще, честно уже. Сколько времени он? Наверное, пару недель назад. Я его сделал в портал, но еще ни разу не заходил. А что же в нем меня ждет? Так, тихо, аккуратно. Главное, чтобы сразу меня тут не упали. О, хорошо, такая как вот пещерка, типа, знаете, ну, даже... Ой, блин. Это что, я типа упал? Прямо так отсюда упал? Как так? Так, прикольно. Так, сейчас все прогрузится. Там вот, ха. Магмат. И что-то так прикольно. Ладно, нужно осматриваться. Ой-ой, там так красиво тоже все прорисовывалось. Ой-ой-ой. А вот это некрасиво, что я прям... Если б вышел, мог сюда свалиться, слушайте. Обалдеть. Не, оно красиво, конечно. Оттуда я б уже никак не выбрался, вы знаете. Ну, блин. Ладно. Да, выход так себе. Что это? Оранжевое здесь, интересно. На карте. О, скелетик там. Хотя бы немного осмотреться. Блин, вот это место, слушайте, везде. Ого. Везде пропасть, везде... Можно наступиться и упасть. Воевать я сейчас ни с кем не хочу, если честно. Хочу просто разведать обстановку, скажем так. О, кабанчик. А кабанчики они же, по-моему... Без конца. Атакую, да? Я уже не помню. Вот сейчас к нему подхожу. Он бежит. Ой, блин, он же сильный. Блин. Как-то здесь все по-другому. Та сколько ж у тебя жизни, слушай. Ты, кабан. Блин. Да, вы знаете. Это было тяжело. И сколько с него выпало мяса? Всего два. И шкура. Ладно, за шкуром можно будет сюда ходить. Но только нужно как-то... Будет потренироваться. Потому что что-то я как-то... Плоховато с ними. Справляюсь. Так, что здесь интересного? Главное, чтобы меня никто... Не пиханул. Короче, мне мое расположение вообще не понравилось. Слушайте. Ого, там какие-то эти существа. Я таких и не видел. Там вот что-то интересное. То ли грибок какой-то растет зелененький. То ли еще что-то непонятное. Ой, да. Что делать, что делать. Так, надо добыть... Какой-то земли. А может, сюда камень подобывать. Я не знаю. Вот честно, пока у меня нет идей, что здесь делать. Просто... Сюда особо не пройдешь. Так. И я уже не помню, кто мне друг, кто мне враг, скажем так. А интересно, если за деревья так повырубать. Они, кстати, рубятся. А как в обычном мире. Все сразу. По-моему, нет. А, да. Посмотрим. Проверим. Не знаю. Пока не могу ничего сказать. Вроде бы исчезает ствол. Только вверху все остается. А тут вообще темно так. Такая темня вот. Там, где я появился. Вообще, как будто я не знаю. Нужно освещать. А, кстати, я вот не помню. Чтобы сделать вечный огонь. На чем это нужно делать? Вот у меня есть кремень, да? Осталось очень огнево. Так, секундочку. Его можно на любом этом поверхности делать или нет? А, вот так он. И он, по идее, должен гореть и не тухнуть, да? А, сильно он светит или нет? Не, ну красиво, как бы. Не спорю. Такие голубенненькие точки на карте. Ну, огневый. Вы помните, как я его тяжело делал? Поэтому я не буду его сильно там. Прям. Использовать направо и налево. Просто проверил. Так, ну. Надо что-то делать. Надо идти знакомиться с народом. Ой, кто-то гудит. Так. Ты же со мной не делёшься, да? У меня золотая вещь есть. Не, не стреляешь в меня. Только если я первый не нападу, да? Нужно как-то делать, наверное, просто... А, этот... А, это земля. Тю. Такой, типа, спуск. Блин, страшно. Такие места, я же, все неудачные. О, там какие-то деревяшки. Или нет? Или то... Нет, то земля такая. Короче. А это уже добывается киркой, да? Только очень быстро. Так, так. Чтоб сюда спуститься. А, нет. Ой, блин. Почему? Что-то так высоко, что ли, было? Надо себе сразу отступление готовить в путь. Если что, раз. И, короче, дергать отсюда. Блин, да ну как? Притяжение такое очень сильное. Вот эти вот грибы, я смотрел. А, вот это грибочек. Искаженный, багровый. И так далее. Что здесь интересного? Народ, расскажите, что вы здесь делаете, чем живете. А где здесь вообще какие-то крепости? Далеко ли? Непонятно. Пока ничего не видно. Хотя вот где-то должно быть не сильно далеко, да? Ну, конечно, можно сто раз умереть, пока найти. Наверное, я уже в следующем выпуске почитаю ваши комментарии, там, советы. О, кстати, это что, золото? Тут золото тоже есть. И железо. А я и не знал. Так, можно, кстати, туда добраться. Ладно, чтобы меня никто в спину не подтолкнул. Сейчас сделаю. Разберусь с этим золотишком. Так, только там могут меня все-таки толкнуть. Что, серьезно, золото? А, именно кусочки, да? Эй, ты чего прибежал? Блин, какого? А у меня аж золотой шлем. Блин, я просто боюсь, что я сейчас упаду. И счета у меня ж нет, да? Что-то, я боюсь, что я спуститься. А он, интересно, там один или нет вообще? Короче, стихоначек, телепузик. Подождите, я не понял. А чего он перестал? Получается, если я кирку в руки беру, зачарованную, да? Он меня гатит. А если беру меч, он не гатит. Вот, и раз. Что, полегчало? О, он еще и поджегся. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Долго она гореть будет? Ха-ха. Нет, недолго. Хотя жизнь там, по идее, не должна быть. Блин, напугала меня. А, еще кто-то. Ну, короче, я одного грохнул. Теперь начнется колбаса. Зря, наверное, так. Хотел... Да, меня стреляют. Короче, народ, я, наверное, в своей жизни здесь не умру. Это что, просто железо? Кусочки золота. А, пыль из соулиума. Ничего себе. Ой, кабан. Все, я пошел, кабан. Не, не в этот раз, слушай. Не в этот раз. Хоть будем теперь спокойно добраться домой. Опа. Вот они по мне стреляли. Они, наверное, забыли уже, да? Походу, вот, видите, летают. Ой, и вот тоже какой-то летает. Страшный, прям, слушайте. А-а-а. Никто за ним онится? Каба... А почему он... Ой, а что взорвалось? Блин. Блин, как это? А как он меня так сильно улыбнул? Меня аж подкинуло, увидели? Капец. Он какой-то здоровый. Не, пошел я отсюда. Пока у меня лапы целы. Ладно, что он мне сейчас портала не укинул. Или он убежал, да? Фух. Ну и дела. Это было... Не скажу, что очень интересно. Но это было волнительно, скажем так. Я не часто ходок в Нижний мир. Вот первый раз на новой карте. Это, конечно, всегда интересно. А что ж, друзья. На этом буду прощаться с вами. Конечно, больше сегодня там изобретал. Пытался изобретать. Но все-таки исходил Нижний мир. Считаю, эмоций для меня достаточно. Если вам нравится Майнкрафт, то не забывайте давать свои советы. И без вас я в нем никуда. А также поддерживайте это видео своим лайком. Ну и оставайтесь с нами. Пока-пока.